Вопрос как табулетка. Как часто вы задаетесь вопросом, в чем смысл на этой жизни? Как часто вы затрудняетесь найти ответ на этот вопрос? Я вам сейчас докажу, что смысл в жизни просто как табулетка. Я столик, и я буду здесь с вами старая нудность. Что такое табулетка? Это некий предмет, созданный из дерева. У табулетки есть создатель. Он заложил в табулетку некий смысл. Этот смысл понятен. Табулетка должна быть прочным предметом, который будет нести какую-то эстетическую функцию, которая будет долговечной, и которая предназначена для того, чтобы ветер хозяин мог переслонить к ней свою пятую точку. Другого смысла у табулетки нет. Табулетка может думать, что она кровать. Табулетка может думать, что она космический корабль. Она может придумать себе, что я должна стоять где-то там, трона в каком-то зале. Но у табулетки есть смысл. Заложены ее создатели. Люди тоже созданы создателями. Это природа, это вселенная. С научной точки зрения, человек – это результат эволюции. Эволюция – это наш создатель. И он наверняка заложил в нас какой-то смысл. Этот смысл так же прост, как и табулетки. В 2014 году мы с супругой Викторией проживали в кризис семьи. Дошли разговоры до развода. У нас уже тогда было двое детей. У нас был бизнес, у нас были какие-то наработки. Ну вот, пришел кризис. И вот в какой-то момент я опоздал на самолет. И сидя в аэропорту, ожидая следующий рейс, я принял для себя эту истину. В чем смысл моей жизни? Он не в том, чтобы быть идеальным супругом для моей жены. Не в том, чтобы создать суперкомпанию. Не в том, чтобы спасти мир. Смысл жизни прост. Его заложил меня создатель. А этот смысл в том, что я мужчина. Создатель создал меня мужчиной. И он заложил уже все, что от меня требуется для природы. Нужно стать идеальным мужчиной. Не для супруги, не для сотрудников, не для окружающих. Для себя. Идеальный мужчина для меня это кто? И тогда у меня родился чек-лист. Я просто вот так сидел и записывал. Как идеальный мужчина должен вести себя с людьми? Как идеальный мужчина ведет себя с женщиной? Как идеальный мужчина ведет себя с другими женщинами? Это не про фир, это про мужские качества. Как идеальный мужчина принимает решения? Как он реагирует? У меня появился компас, который дает мне точный ориентир. Я сейчас выполняю смысл своей жизни? Или я сейчас отхожу? Конечно, я не идеальный, у меня есть куда расти. Но этот компас позволяет мне ориентироваться в пространстве. Даже когда что-то происходит, и я реагирую на какую-то ситуацию не так, как среагировал бы идеальный мужчина в моем личном понимании. Я корректирую свой курс. Так, подожди. Идеальный мужчина здесь не должен был так себя вести. Давай возвращай. В следующий раз в эту ситуацию проживай уже как идеальный мужчина. Я стал этот чек-лист заполнять. Все начинается с простых шагов. Ну, просто элементарно. Как выглядит, какую одежду должен одевать, какой образ должен вести, как разговаривать с женой. При этом у нас, повторюсь, супругой шел затяжной кризис. У меня больше перестали какие-то претензии к супруге. У меня перестали какие-то там вопросы или ожидания от супруги. Мне от него ничего не надо. Я сам должен стать для себя идеальным мужчиной. Каким-то чудесным образом Виктория считала, я не знаю, как, но она стала тоже качать в себе идеальную женщину. Она стала качать в себе женственность не для меня, не для окружающих, а для себя. Свой внутренний компас стала создавать. В итоге результат вы видите, нашу семью часто приводят в примеры и говорят, что вы гармоничны, вы целостны и так далее. Но мы не стараемся так делать. Мы просто так живем. В 2015 году у нас родилась третья дочка. Здесь мы сегодня с вами, и вы видите наши отношения, и вы чувствуете, что это настоящее. Так же сотрудники, так же другие люди видят и чувствуют это. Поэтому, друзья, смысл жизни просто как табуретки. Если ты наделась в образе девушки, девочки, не надо придумать себе. Все, что мы говорим про бизнес, про семью и так далее, это может быть миссия, это может быть цель, но смысл жизни один. Реализуй себя как женщина или реализуй себя как мужчина. Создатель вложил в нас один простой смысл. Реализуй себя в роли мужчины или в роли женщины. А дальше уже каждый сам для себя создаст щеклист и начнет следовать ему. Представьте, как изменится ваша жизнь, когда вы станете идеальным человеком по своим внутренним критериям, по своим внутренним каким-то ориентирам. Тогда и вопрос харизмы отпадает, и вопрос всего прочего. Вы просто станете целостной личностью. Поэтому, друзья, реализуйте смысл жизни, который вас вложил в создатель. Не придумайте каких-то там настроек. Помогите миру стать лучше, потому что мир нуждается в настоящих женщинах и в настоящих мужчинах. Все просто как табуретки. В завершении с вами выступления хочу цитаты из сказок Кастанеды. Путь в вольность, помните, такая есть книга. Не имеет значения, что что-либо говорит и не делает. Ты сам должен быть безупречным человеком. Нет никого, кто оценивает нас изнутри. Есть внутренний оценщик, который сам решает. Ты делаешь правильно, и ребята понимаешься. Это классно. Ребята, у тебя было короткое выступление. Я думаю, что минуты у тебя еще есть.